Привет, друзья! Сегодняшнее занятие мы посвятим труднопроизносимым звукам, где чаще всего делаются орфоэпические ошибки. К таким сочетаниям относятся СЧЗЧ, ТЩ, ТЧЗЩ, СЩ и ЖЧ. В русском языке существует определенное правило относительно этих сочетаний. Давайте его посмотрим и потренируемся. Итак, сочетания СЧ и ЗЧ дают нам звуки ЩЩ, либо ЩЧ. Сочетания СШ и ЗЩ произносятся строго как ЩЩ. ЖЧ произносятся тоже как Щ. ТЧ и ДЧ дают нам звуки ЧЧ. И сочетание ТЩ, если оно стоит в начале слова, то произносится как ЧЩ. Запомнить это правило легко, главное применять его на практике. Давайте произносить следующие слова вместе. Тщательно. Мы произносим как ЧЩ. То есть мы не произносим ТТЩАТЕЛЬНО, а нужно правильно произносить ЧЩАТЕЛЬНО. Следующее слово ЧЩЕТНЫЙ. ЧЩЕТНЫЙ, ЧЩАТЕЛЬНО. Дальше слово МУШЧИНА. Мы пишем МУШЧИНА, но произносим МУЩЩИНА. МУЩЩИНА. Причем у нас здесь ЩА, она не удвоенная, она одинарная. МУЩЩИНА. Дальше идет УДВОЕННАЯ ЩА. Такие слова, как РАСЩЕДРИЛСЯ, РАСЩЕДРИЛСЯ, но пишем мы РАСЩЕДРИЛСЯ. Слова такие следующие. ЧЕРЕШЧУР, ЧЕРЕШЧУР. ПРЕВЯЩИВЫЙ, ПРЕВЯЩИВЫЙ. СЧИТАЛКА. Пишем, но произносим СЧИТАЛКА, СЧИТАЛКА. Длинная ЧЕ, то есть удвоенная ЧЕ у нас здесь идет. В словах ПОТЧАС, 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 ПОТЧАС. И ОТЧЕСТВО, ОТЧЕСТВО. То есть Долгое ЩЧЕ. И помимо этих сочетаний в самих словах, мы их также можем встретить на стыке предлога и слова. Например, ИЩЮКИ, ИЗЩЮКИ, но произносим ИЩЩЮКИ. То есть Длинная ЩА получается. Или БЕЗ ЧЕТВЕРТИ. Пишем БЕЗ ЧЕТВЕРТИ, но произносим БЕЗ ЧЕТВЕРТИ. Здесь помимо Длинного ЩА можно еще произносить ЩЧЕ. То есть у нас получится БЕЗ ЧЕТВЕРТИ. Конечно, некоторые слова вам могут резать уши, потому что мы не привыкли так говорить. Нужно придерживаться правила и чаще тренироваться. Тогда у вас все получится. Обращайте особое внимание на шипящие звуки, потому что они сложнее всего выговариваются. Сейчас я буду произносить некоторые словосочетания согласно нашему правилу и правильному произношению, а вы потом самостоятельно попробуйте повторить. Давайте попробуем. С частыми отлучками вернулись из Черногории. В четыре с четвертью часа из Чебокса. Исчезнувшие цивилизации из чеченского плена. ЩЧЧЕНСКИМИ БОЕВИКАМИ. ЩЧЧЕСОВЫМ МЕХАНИЗМОМ. ЩЧЧЕСКИМ ПРЕДСТАВИТЕЛИМ. ПЛАТЬЕ ИЗ ЧЁРНЫЙ ТКАНИ. БЕЗ ЧЕТВЕРТИНКИ НЕ ОБОЙТИСЬ. С ЧЕТВЕРЬМЯ ДРУЗЬЯМИ. НИ СЧЕМИ НЕ СРАВНИМОМ. ЩИ И СЧАВЕЛЯ. Для начала я вам советую писать в своих текстах сверху над словами, вот над этими сложными словосочетаниями, правильное произношение. А затем вы уже, это войдет у вас в привычку, вы уже на подсознании будете знать, как правильно произносить. Сейчас мы будем с вами отрабатывать сочетание звуков С, Ш, З, Ш, как Ш, Ш. С, Ж, С, Ж, как Ж, Ж. Ошибки, связанные с произношением Ш, Ж, делятся на два вида. Первое – это неправильное расположение языка. Кончики языка не поднят к ногу или не касаются боковых зубов. Таким образом, воздушная струя проходит активно вперед и издается дополнительный звук, иногда даже свет. А второй случай – это когда неправильное расположение языка, к тому же неправильное направление в дыхательной струи. В таком случае воздух проходит не в зубы, а заполняет пространство между верхней губой и зубами. И человек начинает шепелять. Для того, чтобы понять, как правильно произносится звук Ш и Ж, можно это проверить по следующим характеристикам. Звук Ш – язык должен быть как чашечка. Он должен быть поднят к верхнему нёбу. Челюсти выровнены, губы округлены. Звук произносится легко и коротко. Боковые края языка касаются зубов и не пропускают воздух. Ш – ш – ш – ш – ш – ш. Звук Ж – он имеет такое же положение языка, только кончик языка поднят чуть выше к нёбу. Язык вибрирует под напором воздуха, и воздушная струя направлена в нёба. Ж – ж – ж – ж. При произношении этих звуков очень важно иметь разогретый речевой аппарат, а не вялый язык. Теперь давайте вспомним правило, о котором мы говорили чуть раньше, и испробуем его на практике. Жужжание – долгое «ж». Изжога – с женой – долгое «ж». Безжалостный, безжалостный, безжалостный. Из желтка, из желтка, из желтка. Низший, низший, долгая «ша», низший. С шипами, с ш – шипами, с шипами. Брызжет, брызжет, долгая «ж». Далее я предлагаю вам пары слов, где вы можете проследить за длительностью звуков «ш» и «ж». Повторяйте за мной. Шить – шить. Рожать – рожать. Шар без шарфа. Жить – изжить. Жир без жира. Шуба без шубы. Давайте закрепим вышеперечисленные правила на примерах. Я буду произносить скороговорки, а вы вместе со мной повторяйте. Жужжит на льжимовостью жук, железный на жуке кожух. Шестнадцать шли мышей, и шесть нашли грошей, а мыши, что поблоше, шуршат и шарят гроши. У ежа ежата, у ужа ужата. Слишком много ножек у сороконожек. Сейчас я вам буду читать текст, слова которого начинаются с буквы «ж». Вы должны следить за правильным произношением звука «ж» – длинного или короткого, и повторяйте за мной. Желтоокая жаба Жозефина жила животной жизнью. Живала женьшень, жадно желая же выглотнуть жирного жужжащего жука – жужелицу. Жужелица, желая жить, жалуется. Жабушка, желтоглазенькая, жалься. Жозефин, Жозефина жадно жестоко жует жемчужными жаловаками. Желтокрылая жужелица, жалостно жмурится, жалуется. Живопису и жалокую жизнь жука – жабонька. Жалушка ждет, жалостно жужжит. Жалость жмет, жмет жемчужные жаловаки Жозефины. Жаль, жаль жучую, живописующую жизнь. Жужелица, жизнерадостно жужжала. Жара, жмится жнуть, жмелье. Желтокая жаба Жозефина жует животной жизнью. Жует женьшень, жалуясь. Желчь жутко жжет желудок. Жажду жевать жирного жиротребещущего жука. На этом наше занятие подошло к концу жужжащего и шуржащего вам дня. Редактор субтитров А.Семкин